Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Представив итоги прошедшей недели Республики Западная Армения Очередное заседание Национального собрания Западной Армении 3-го созыва от 28 февраля Где вступительную речью выступил первый президент Республики Западной Армения Арменак Абрамян Представив вопросы повестки дня Встречу выступила председатель Национального собрания Нелли Арутюнян Присутствующие обсудили благодарственное письмо президенту Франции, правительству, парламенту, сенату В связи с церемонией перезахоронения останков Мисака Манушана Армену Исаакян представила подробности визита делегации Республики Западной Армения Военный пантеон Яраблюр по случаю 159-летия со дня рождения полководца Андроника Узаняна Отметив, что в день рождения Андроника Узаняна Военно-патриотическая благотворительная общественная организация Наградила флаг Западной Армении золотым орденом Зорутюнразми Аствацбаган Правительство Западной Армении получило почетную грамоту Военно-патриотической общественной организации Арцив-30 Арарат Пресс-секретарь представила выпуск очередного журнала Западной Армении Где представлен сигнал тревоги, поднятый Государственным Советом по защите культурного наследия Арцаха В котором говорится о сносе азербайджанцами памятника Шарлю Азнавура Армену Исаакян завершила выступление, представив подробности о выпуске почтовых марок Посвященный Шарлю Азнавуру и Мисаку Манушану во Франции Соглашение между Ереваном и Баку можно достичь в этом году Об этом заявил на дипломатическом форуме в Анталии спецпредставитель ЕС По кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клар Отметив, что Европейский Союз вовлечен в процесс установления стабильности и безопасности на Южном Кавказе Главы государств должны взять на себя ответственность и подписать соглашение Будучи человеком, который многие годы трудился над этим процессом Я убежден, что это достижимо уже в текущем году Для установления долгосторочного мира необходимо достижение соглашения, которое будет воспринято всеми сторонами как справедливое История Европы за последние сто лет демонстрирует хрупкость мира, навязанного победителем, а также значительные преимущества примирения и преодоления военных действий По его словам, в контексте Армении и Азербайджана следует опираться на уже заключенные соглашения Включая делимитацию границ на основе линии разграничения между Армянской и Азербайджанской ССР На момент подписания Алматинской декларации в 1991 году Соглашение должно включать открытие границы для перемещения людей и товаров, в том числе через юг Армении Из основной части Баку на Хадживан Клар отметил, что Европейский Союз придает большое значение роли Турции, которая обладает уникальной возможностью способствовать миру путем открытия границ и возобновления транспортного сообщения с Арменией По его мнению, мирное урегулирование принесет выгоды не только непосредственно участвующим странам, но и странам ЕСЭ Обеспечивая надежность транспортного коридора между Европой, Центральной Азией и Китаем Такой шаг даст Евросоюзу уверенность в бесперебойной работе транспортного коридора, соединяющего Европу, Центральной Азией и Китаем В этом случае ЕСЭС также сможет вывести миссию гражданских наблюдателей из Армении, которая была размещена, чтобы показать вовлеченность ЕС в регионе, добавил Клар Европейский Союз продолжает активно продвигать российскую повестку дня и советские договоры, в том числе решение Сталина по Арцаху Причины понятны, только на основе Алматинской декларации ЕС может говорить о целостности Украины, в том числе Крыма Распространяя этот подход на все постсоветские конфликты и игнорируя собственные принципы и документы, Евросоюз создает основы для расчленения и в конечном итоге разрушения Армении Вот только искусственная Алматинская декларация не учитывает тот факт, что геноцид имел место в государстве Западной Армении с 1894 по 1923 год, не учитывая территориальную целостность всей Республики Армении без учета предшествующих ей договоров и признаний, что является правовой чушью Амшенцак Лизу Гиттанутун В этот день Шахин также представила читателям свои предыдущие книги В настоящее время автор готовит презентацию, которая состоится в Константинополе 17 марта по инициативе Союза Хатик Телеканал Западная Армения продолжает представлять события, произошедшие 6-7 сентября 1955 года В связи с событиями 6-7 сентября турецкие суды первоначально выдвинули обвинения около 5000 гражданам Однако в ходе процесса с некоторых из них были сняты обвинения, а уже в 1955 году турецкие суды предъявили обвинения около 5000 гражданам Последние 3933 человека были освобождены В январе 1956 года оправданы 61 человек, осуждены 228 человека и с достаточно мягким наказанием Заметим, что турецкая судебная система коснулась событий, произошедших 6-7 сентября 1955 года позже 14 октября 1960 года на острове Ясиада в Мраморном море начался суд над 592 различным должностным лицам, отстраненным от власти в результате военного переворота 27 мая 1960 года Включая бывшего президента Турции Джелала Бояра, премьер-министра Аднана Мендераса, министров и депутатов Среди предъявленных обвинений также было обвинение в погромах, совершенных 6 и 7 сентября 1955 года в Константинополе, Измире и других местностей в отношении армян и греков Все это показывает, что даже турецкие правоохранительные органы не смогли полностью скрыть погромы, организованные турецкими властями еще в середине 20 века События 6-7 сентября также стали причиной скандальных разоблачений на турецком политическом поле И оппозиционные, и правящие партии выступили с критическими разоблачительными взаимными заявлениями Но самое скандальное разоблачение, связанное с 6-7 сентября, произошло позже На основании различных фактов и доказательств было установлено, что сброс бомбы в дом Ататурка в Салониках на самом деле был организован турецкими спецслужбами через своих агентов Фактически, операция в Салониках, проведение митингов, протестов в Константинополе и прочих городах, нападение вооруженных банд на дома и магазины греков и армян были частью единой программы, организатором которой были турецкие власти и их соответствующие структуры Также добавим, о событиях, произошедших 6-7 сентября 1955 года, по сей день появляются интересные скандальные разоблачения и данные которые более четко представляют преступное поведение турецких властей В коротком эпизоде фильма «Микки Маус Фунхаус», который был показан на Disney Channel, знаменитый Минни Маус и его друзья празднуют в Артавар Об этом опубликовано на официальной странице Армения Фильм соцсети в Instagram В сообщении отмечается, что автором сценария фильма является Кетлин Сернели Пкапугчан, муж которой армянин В этом эпизоде Минни Маус одета не в тот наряд, в котором отмечают в Артавар Минни Микки и их друзей встречает богиня Астхи в традиционном армянском костюме Богиня спускается из своего волшебного храма и окропляет их водой Эти события происходят в стране мифов и легенд Созданные по образцу армянской архитектуры, в частности гарни и каскада Создавая слияние двух мест Персонаж Астек озвучила Лианна Бдеви, ее мать армянка, отец ливанец Эпизод насыщен элементами армянской культуры Минни носит армянский костюм, говорит по-армянски А популярные герои Чип и Дейл продают тан и готовят шашлык Этот эпизод мультфильма единственный, в котором Дисней впервые затронул тему армянской культуры Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам Продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ По-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны Информирует о политических, общественных событиях правительства Также дает возможность ближе общаться друг с другом С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством Членами национального собрания Поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами Также выступить с различными интересными предложениями Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении Следуя соответствующей процедуре Напомним, что вестерн Армении 2 не занимается саморекламой А стремится расширить связи с вашей помощью Ваша поддержка – наша общая победа Вместе мы сила! Из завершения новостей послушаем песню в исполнении арбитца Ахкац Балени Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня Мира вам и добра!